Здравствуйте, уважаемые подписчики! Сегодня с вами снова я, Анна. И мы находимся рядом с новым магазином Маяк, который открылся на Пулковском шоссе, город Санкт-Петербург. 500 мл стеклянный 68,60 мл. База Рапсодия 22 см 88,80 мл. Кружка Бабочка 300 мл, стекло 41,90 мл. Кружка Пивная 500 мл 71,30 мл. Кружка Кошки, несмотря на то, что нарисованы собаки производства Китая, 350 мл 111,30 мл. Всегда пригодятся и стаканы Паша Бахче, 360 мл 59,90 мл. Раньше такие стаканчики мы с вами в Икеи покупали, ничего, как-то и без Икеи живем нормально. Кружка 400 мл на Байл Керамика 100 рублей. Симпатичный набор стаканчиков от Паша Бахче, танго называется 205,80 мл. И танго выглядит следующим образом. Чашка домашней керамика. Кужер 335 мл цветное стекло. Красивые стаканы для пива от Паша Бахче 320 мл. И опять, кто соскучился по Икеи, ровно такие же кружки я покупала в Икеи. Называется она Кружка для кофе 215 мл 92,50 мл. Опять от компании Паша Бахче очень красивая вазочка. Флора она называется 85 рублей стоит. И моя любимая форма стаканов называется она Тюльпан 52,50 мл 425 мл. Потихоньку перейдем к продуктам питания. Говядина тушеная. Штаб она называется 525 грамм 154,80 мл. Здесь есть голден 500 грамм 113,90 мл. Есть и продукция скатерти самобранка. Перчик халапеньо острый. 370 грамм 125,40 мл. Кстати, сейчас светофоры. Завезли 300 грамм перца халапеньо в баночке шайба. Стоят в холодильнике за 117 рублей. То есть, вот эта цена тоже отличная. На самом деле, здесь еще и стеклянная баночка. И там перчик вкусный. И этот наверняка будет отличный. Скатерть самобранка уже хорошо себя зарекомендовала. Есть и огурчики от Фрау Му 149,40. Застольные называются. Здесь тоже такой ароматный. Наверняка перчик внутри лежит. Икра из кабачков Фрау Марта. 450 грамм 61,20. Всем рекомендую приготовить икру дома самостоятельно. Получится гораздо дешевле. И наверняка вкуснее собственными ручками. Как здесь мимо пройти? Вот скажите, пожалуйста. Вот как не взять вот эту банку? Она же прям манит. Огурчики маринованные. Скатерть самобранка. 1 литр 800 мл. 230 рублей. Много этих огурчиков. Они прям так и зовут тебя. Возьми меня с собой. От скатерти самобранка мини томаты маринованные. Отборные. 173,70. Цена. За 1 литр 415 мл. Банки у скатерти самобранка очень интересные. Смотрите. Их можно повторно потом использовать. Что мне нравится. В светофоре сейчас лежат огурцы, помидоры, ассорти. Там тоже очень необычная 3-х литровая банка. Данская закуска овощная. 460 грамм 100 рублей. Оливки от Донской кухни. Гарушек зеленый 98,30. 650 мл. И бренд Дядя Ваня здесь тоже представлен. Ассорти овощное 135,10. Лобио фасоль Дядя Ваня в соусе от Жария. 470 мл. 139,90. Кабачковая от бренда 6 соток. Здесь уже 510 грамм 85,40. Только что была в магазине светофор. Там сейчас лежит гречневая крупа варочных пакетов от вот этого бренда Царь. А здесь крупа пшеничная. Царь 400 грамм. 5 пакетиков по 80 грамм 42,80. И вот она, кстати, гречка 39,50. Тоже от бренда Царь. А вот и простая гречневая крупа 63,30 за 900 грамм. И пшено тоже в варочных пакетах 39,75 пакетиков по 80 грамм. Не очень редко встречается клубника отборная в сиропе. 104,70 додумались до этого в Донской кухне. И здесь 425 мл. Персики отборные 850 мл. От Донской кухни 189,80. Икра ментая натуральная. Я сегодня возьму баночку 63,30 цена. Баночка ключ. Компиньоны резаные. Компания красная линия. 95,20 цена. Перловая крупа. Если ее вкусно приготовить, за уши вас не оттащишь. Можно с мясом очень вкусно, с тушенкой готовить перловую крупу. 700 грамм 26,80. И крупа пшеничная. 32,40 за 600 грамм. Рис 800 грамм 85 рублей. Горох колотый 800 грамм 50 рублей 90 копеек. Я тоже видела вот этот индийский рис басмати. Обратите внимание на упаковку. Мимо точно не пройдешь. 1 килограмм здесь 227,70. Здесь и ручечка вам, и яркая упаковка, и производство Индия. Манная крупа золотое поле 800 грамм 43,60. Я не могу спокойно мимо огурцов проходить. Это вообще залипательный товар. 136,60, 720 миллилитров. Это огурцы, маринованные по домашнему от 600. Паронные изделия. Байсад 450 грамм. Разные есть. И колечки, пружинки, рожки, спиральки 47,40. Макароны паста Зара. Италия производства. 500 грамм. С пакетки рожки и тоже спиральки 65,80. Бренд паста Зара принадлежит итальянцам. Но местонахождение и адрес производства Саратовская область, город Балашов. Всем привет из Саратова. Муки много в магазинах. Маяк по традиции предпортовая. 2,2 килограмма 96,80. Пожалуйста, есть и мука Макфа. 2 килограмма 92,10. Орех грецкий в скорлупе 500 грамм 163,30. Мед натуральный луговой 650 грамм. Карелия 217,40. Сегодня огромное разнообразие муки на самом деле. Еще вот такая пшеничная хлебопекарная. 2 килограмма 55 рублей. Белонежная мука пшеничная хлебопекарная. Высший сорт 2 килограмма вообще 76,50. Совет хозяюшки. Высший сорт 2 килограмма 56,30. Пока вот это у нас лидер цены. Давайте посмотрим, кто его производит. Комбинат Белгородская область, город Старый Оскол. Высший сорт мука 56,30. Очень дешево. Я очень люблю изделия всевозможные. Шебекинские. Мне нравятся они по вкусу. В добраценах бывает на них хорошая цена. И здесь в мэйке есть всякие разные изделия шебекинские. 93,30 цена за, извините меня, килограмм, да, 900 грамм вернее. И здесь есть и рожки, и вермишелька, и перья. Разные-разные макароны шебекинские. От макфы огромные упаковки. 3 килограмма. Улитка, спиральки, перья. 298,40. Соль тоже есть поваренная, пищевая. Лецкая, 1 килограмм, 12,70. Соль морская с чесноком от компании Фарсис. 81 рубль за 400 грамм. Что-то мне подсказывает, компания Камис немножко поменяла свой бренд для российского рынка. Видите этикетку и название. Немножко другое. Гусли. А так, Камис один в один, 50 грамм приправы, 24,80. Я как раз от Камиса вчера вскрыла вот эту вот приправу томаты, базилик, чеснок. Это очень вкусно. Но здесь отличная цена на самом деле. Очень дешево. Есть паприка копченая, смесь перцев и чеснок гранулированный. Лимонная кислота здесь в наличии, 50 грамм, 38,40. Чем мне нравится магазин Маяк, здесь очень широкий ассортимент. Можно купить абсолютно все, и в том числе масло нерафинированная слобода. Один литр, 114 рублей. Хочу сразу дать отзывы на вот эти беляшики с говядиной от компании Мираторг. 109,40 цена этих беляшиков здесь. И что хочу сказать, очень вкусные беляшики, тоже на перекус. Чем-то похоже реально на беляши по вкусу. Мяса там много, начинка сочная. Как раз, когда я была в Гатчине, я эти беляшики и приобрела, протестировала. Мне понравилось один раз на перекус. Кордон Блю тоже есть в этом магазине от Мираторга. 179,50. Ветчина, сыр. 405 грамм здесь. Что хочу сказать. Это как большой наггет с ветчиной и сыром. Здесь внутри два куска. В магазине пятерочка. Цена на этот Кордон Блю гораздо дороже. Так что закупиться здесь в Маяке очень выгодно. Элика привозит в Маяк вот такой полуфабрикат из мяса птицы. Обратите внимание, люля-кебаб. 900 грамм. 178,50. Очень люблю всевозможные соусы. Аджика Кавказская. 120 грамм. 99,70. Я сегодня возьму вот этот хрен от Махеева. Столовый. 140 грамм. В Дойпаке. 51,20. Есть и горчица от Махеева. Русская столовая. 140 грамм. 28,50. Соус маринад для курицы от Махеева. 300 грамм. И такой же для шашлыка. Ну а кто любит кетчуп? Есть вот такой от Мистер Рика. Томатный. 167,30 за 940 грамм. А это социбели. Соус социбели острый с орехами и чесноком. 330 грамм. 90 рублей. От Махеева есть и манго протертая с сахаром. 72,10 за 300 грамм. А также клубника. Такая же 72,10 за 300 грамм. Кетчуп томатный. Помидорка. 350 грамм. 73,60. И кетчуп для шашлыка. Кетчуп Махеев шашлычный. 700 грамм. 118,10. Зашла сейчас в холодильник. Здесь очень хорошо, спокойно. Не сильно дует вентилятор. Сыр творожный Виолетта. Шоколадный. 83,40-140 грамм. Без заменителя молочного жира. Огромный ассортимент Виолетты на самом деле. Есть с огурцами и зеленью. И благородные грибы. Сейчас в Светофоры привезли творожный сыр. Вот под этим брендом. И здесь он есть в Маяке. 196,20 за 350 грамм. Привезли туда вот именно такой творожный сыр. Масло Белебеевский завод. Крестьянская. 103,60. Есть и масло сливочное. Это Камилка. 285,80. Высший сыр. Молочных продуктов много. В том числе сметана. Залесский фермер. 300 грамм. 56 рублей. И сметана коровий яр. 64,40 за 330 грамм. Смотрите. Первый раз вижу. От Карата. Творог зерненый. Домашний. Без заменителя молочного жира. 117,90. Творог рассыпчатый. Минская марка. 350 грамм. 104 рубля. Йогурт питьевой Виола от Валио с бананом. 280 грамм без заменителя молочного жира. 50 рублей 50 копеек. И такой же есть с манго. Очень вкусный. Я такой покупаю в магазине Лента. И он там дороже. Моя любимая стоечка. Всевозможные мясные продукты. Купаты. Акварель. Охлажденные. 400 грамм. 130 рублей 50 копеек от Великолугского мясокомбината. А еще есть свиные ребрышки в маринаде. Выглядит вкусно. 368 рублей 20 копеек за килограмм. Здесь вот, например, в одной упаковке как раз почти килограмм. Посмотрите, какой маринад. Вот как пройти мимо. Паста ореховая Туркмения. Производит 195,50 с какао 400 грамм. Крем с творогом сладкий тирамису с наполнителем от Азбуки сыра. 150 грамм 60,20. Очень вкусная чука от двух капитанов. Я ее уже брала 83,90. Альмар с пряностями в маринаде 101,60. Есть икра имитация стольная. Называется от Русского моря 76,60. Мне надо быстрее бежать из этого магазина. Я не выдержу реально. Квашинная капуста маринованная. 1 килограмм в ведре. 115 рублей. Салаты с морской капустой. Классический 79,90. Есть даже томаты красные маринованные в ведерках. Это компания Унипрод. Город Сыктывкар производит. 89,70. Такая продукция и много в доброценах. Огурцы соленые есть в наличии. 800 грамм 72,50. По-моему, кстати, вот эти огурцы именно соленые. Такой ядреный вкус. Есть даже набор для рассольников. Дойпаки. 350 грамм 39,10. И вот такая морковка со спаржей по-корейски. 92 рубля. Всегда вкусная продукция. У компании Русское море. Сельдь, Тихоокеанская, жирная, кусковая. Пряного посола. 400 грамм 101,20. Вот такая банка. Просто вам покажу количество мясной продукции в этом магазине. Выбор огромный. Приезжайте. Сосиски экстрафилейные от Останкина. В наличии 297 рублей 80 копеек за килограмм. И смотрите, наклеили здесь цену за упаковку. Колбаса вареная докторская от Останкина. 250 рублей за килограмм. Вареная колбаса от Останкина. 272 рубля за килограмм. Любите готовить пиццу? Колбаса полусухая пепперони. 200 грамм от Анкома. 122,20. Сервелат деликатесный Анком. 229,80. Я люблю нарезку от Анкома. Покупать она вся вкусная. И брауншвейская полусухая. По цене 207 рублей. Я ее сегодня как раз и возьму. Посмотрите, какое количество жира. Она вкусненькая такая. Ладоги. Колбаса полусухая в обсыпке. 632 рубля. Потому что это продукт сырокопченый. Вот она не в нарезке. Брауншвейская колбаса. Я нарезку всегда беру. Категория А. 882 рубля. Это цена за килограмм. Здесь вот полкило. Ну да, палкой ее конечно выгоднее покупать. Здесь 207 рублей за 200 грамм. То есть килограмм будет 1000 рублей стоить. А нарезка 882 рубля за килограмм. Ну конечно, как всегда палочкой дешевле. Рядом европейская от Ладоги. Сыровяленая сухая 563.50. Колбаса столичная от Ладоги. 138 рублей. Кстати, хочу сказать, что в основном отзывы на продукцию Ладога, Онега очень даже приличные. Сроки годности небольшие. Все всегда в светофоры. И такие магазины завозятся очень свежим. Так что присмотритесь. Бекон мясной продукт из свинины. Категория Б. Здесь идет 408 рублей. Колбаса венская от Черкизова. Чесночная. Салями фламенко очень классная цена. Потому что она часто тоже продается в нарезке от Черкизова. И Преображенская 592.30. Сорти деликатеса Фримми 250 грамм 133.90. Еще от Черкизова ливерная с печенью 65.60. Сыр плавленые батончики сливочные копченые 528.80. Вот такого нет в светофоре. А вот этот есть и отзывы на него были не очень. Санкома есть еще вот такая итальянская колбаска 200 грамм 128.80. Тоже аппетитно выглядит. Сыр фасованный голландский от Виолы 350 грамм 293.90. И российский сыр. Сыр Сулагуни Умалат 199.90 за 280 грамм. А я конечно хотела бы моцареллу купить, приготовить пиццу. Есть от Умалата сыр кавказский 370 грамм 259 рублей. От Рогачева большой выбор сыров. В том числе сыр российский 94.90 и голландский за 150 грамм. Кстати любители облепихи замороженной. Я не люблю ее собирать. Это очень геморно скажу так. 254.40 цена за килограмм. Вот здесь больше килограмма, посмотрите какая крупная облепиха. Возьму еще хлебцы хрустящие с чесноком щедрые 28.50. Казинаки богучарские 400 грамм 144.60. Рожная медвежонок барни в большой упаковке. Здесь аж 10 штук барни за 110 рублей. Ну а рядом тимми. 330 грамм 106.40 тоже за 10 штук. Печенье затяжное семейное с изюмом, яблоко, корица 199.70. Мне нравится продукция компании Кухмастер. Печенье солнечное утро с начинкой ананас, манго и апельсин. Я вот возьму с начинкой манго. Наверняка бомбический вкус будет. Кухмастер всегда ответственно относится к своей продукции. Еще есть вот такое печенье глазированная мечта. 500 грамм 120.80. Вот еще интересное тоже хлебцы фрута лайт. 80 грамм черника клюква 26.90. Без консервантов, красителей и ГМО. Товарищи худеющие, обратите внимание. Есть еще доктор Грейн 5 злаков. 80 грамм 28.50. Вот есть ржаные, например, хлебцы хрустящие. Конфеты батончик Фамфаталь с какао 148.10. Торт бисквитный, шоколадный от компании Ковис. Мы уже знакомы с ее продукцией. В светофоре периодически бывают тортики. 95.20 за 240 грамм. Торт шоколадный, кофейный. И третий вариант. Торт типа медовик. Кошманье Коттенхарт в шоколадной глазури. 22 грамма. Каждое печенюшко. Всего здесь 24 таких печенья. 245 рублей. И производство этой вкусняшки Иран. Пешманье это вообще такие сладкие нити. Тонкие, обычно похожи немножко на сахарную вату. Вот. И два варианта этого пешманье здесь есть. Я вот стою теперь и думаю, а нужен мне этот пешманье или нет. Лесная карамель леденцовая, флавиументо, смайл микс. 500 грамм. 324 рубля. Крекер от Яшкина рыбки. 59.30 за 350 грамм. И классический 50.80. Ломка чоколай карамель глазированная с арахисом. 263.10 за 750 грамм. Торт тирамису черемушки. Производит 400 грамм. 172.10. Продолжаем изучать. Ассортимент КДВ групп. 135.10. Конфеты Загорские сливочные за 500 грамм цена. В офисах и парикмахерских часто кладут такие конфетки. Наборы. Жевательная карамель Нильс Нота Бум. 240.40 за 1 килограмм. Кофе Паулик Президенте. 250 грамм. 191 рубль. То есть килограмм получается 800 рублей. Тоже неплохая по нынешним временам цена. Кофе Зерновой Жардин. Американо Крема. 1 килограмм 927 рублей. Вот это даже получается дороже. Я большой кофеман. Это единственная моя слабость и зависимость, скажем так. Поэтому я вот Паулик возьму. Напитков тоже очень много. Все показывать не буду. Вот напиток безалкогольный, сильно газированный. Кола Классик. 450 миллилитров. 38.10. Цена. Ну и конечно же квас желтая бочка. Здесь он приезжает поменьше чем в Светофоре. 2,5 литра. 95 рублей. А в Светофоре 3 литра. Чуть больше 100 рублей. Есть здесь и чипсы от русской картошки. Здесь 140 грамм. Цена 69.80. Так вот в магазине Пятерочка. Тоже бывает. Это русская картошка. И там цена гораздо дороже. По-моему 82 рубля по акции. Здесь без акции 69.80. Так что берите. Есть разные вкусы этой русской картошки. И большой ассортимент. Ребята, почувствуйте ностальгию. Сухарики Емеля Ассорти. 90 грамм. 32.30. Это по-моему самые раньше популярные сухарики. Сейчас их выместили сухарики Кири Ешки. Можно просто взять и поностальгировать. А в Светофоре есть семечки Дед Семен. А здесь сухарики Дед Семен. 38 рублей. Правда. Чем Дед Семен хуже, чем бабкины семечки. КОНЕЦ